Фенимизма, фени... феминизма! Всем привет! Даша, я сегодня буду рассказывать вам о двух книгах из серии «Охот на Джека Патришителя» и автор у нас Кэри Манискалка. Как можно догадаться, по названию действие разворачивается в Англии в 1788 году, в тот период, когда там орудовал небезызвестный Джек Патришитель. Если вы не знаете, кто такой Джек Патришитель, то сообщу, что это убийца, который убивал девушек, которые являлись представителями древнейшей профессии, и не просто убивал, а вытаскивал их, прошу прощения за подобность, органы из туловища. Ближайшие события, скажу, что он так и не был пойман. События, как начались в свое время, так же они и закончились сами собой. Главная героиня из высшего света. Но это не мешает ей, видимо, увлекаться фенимизмом. Судя по образу ее мышления и высказываниям, и ее хобби у нее весьма непопытное. Дело в том, что она хочет стать суббинт-экспертом, и так как ее дядюшка авторитет этой области, она у него обучается этому ремеслу. Отец против, брат тоже не рад, но вот так. И она причастна к расследованию, она пытается выяснить, кто это загадочный Джек Патришитель. И идет по его следам. Судя по стилю, как мне кажется, это подысковая литература, но там есть некие кровавые подробности, касаемые вскрытия тел, которые как бы мешают воспринимать книгу как подысковую литературу, хотя для меня она является типичным же представителем. И здесь присутствует такой прям сильный распространенный очень шаблон, как антипатия к своему ровеснику и одновременно проблески какой-то заинтересованности романтической. Ну, согласитесь, это очень распространенный момент. Я не могу не поделиться с вами такой ситуацией. Дело в том, что когда я смотрела книжных видеоблогеров, одна из них очень похвалила вторую часть, и я не знаю, что это именно вторая часть, начала ее читать. Там очень много отсылок первой, не знаю, это реклама или что. Да ладно, с ними с отсылками, фиг с ними. Но там такие спойлеры, просто жуть. Я даже до тридцатой страницы не дошла, когда психанула и просто пролетела в компьютер, я читала в первом виде, скачать скорее первую часть, потому что такое количество спойлеров я просто не выдержала бы. И, в принципе, правильно сделала, потому что первая часть прижата, это же событие понравилось, скажу, понравилось не больше. Она более такая, хорошая. Также к минусам хочу добавить то, что вот этому ровеснику, главной героини, автор явно пытается придачить это Шерлока Холмса, это ее детективный метод, и страсть к курению. И вообще, и вот мне вот эта попытка внедрить в сюжет книги а-ля Шерлока Холмса мне не очень понравилась. Также он ведет себя не как джентльмен, а как главный герой книги «51 кассиро», потому что его шуточки явно не викторианской эпохи. Ну, его, именно его статуса, то есть что, как бы я удивилась этого моменту. Ну, может быть, я слишком хорошо думаю о джентльменах той эпохи, но он ведет себя неподобающе, на мой взгляд, в этом отношении. Ну и в завершении скажу, что в конце, в качестве эпилога, пожалуй, автор поясняет исторические неточности и то, почему они были допущены. По нему ясно видно, что автор, ну, в теме происшествий, она изучала материалы документальные и вот просто максимально погружена в эту... У нее очень много знаний на эту тему. Сюжетом достаточно предсказуем, но книга, в принципе, увлекательная. Мне очень понравилась идея, которую высказал автор по поводу джека-прошителя. Мне кажется, она лишена аргументации и все написано очень легко, простым языком читать, может почитать как за один вечер, так и, ну, максимум за два. Ну, очень легкое такое учтиво, пригодится разгрузить в мозг. У этой серии есть продолжение. Охота на князя Дракулу. У меня просьба к тем, кто обожает эту книгу. Вернее, не просьба к предупреждениям. Ничего хорошего я не скажу. Поэтому, в силу того, что вы можете на меня рассердиться, обидеться, у вас может появиться желание скидать меня тапками, помидорами и тухлыми яйцами, лучше вы включите другого книжного блогера и посмотрите его, потому что вам что-то может быть неприятным. Итак, как можно догадаться по названию? Мы будем иметь дело с событиями схожими с той легендой о том, что Влад Сепиш пил кровь. И, конечно, события будут происходить... Ну, почему, конечно? В общем, события будут происходить в Румынии. Как же вы в Румынию попала наша героиня? Это первый глобальный минус, который я увидела в книге. И дело в том, что в Румынии, оказывается, расположена одна из лучших школ Европы по криминалистике и судебной экспертизе. Поясню, из Англии человек едет в одну из лучших по сюжету школ по криминалистике и судебной экспертизе. Не в Париж, не в Берлин, не в Рим, не в Румынию. Ребята, вообще чего-то не знаю. И в 19 веке Румыния была крутой страной, где всё было самым лучшим. И вообще лучше, чем в Англии. Ну, мне казалось, что Англия лучше, чем в Румынии, нет. Более такая, ну, это же Англия. В общем, я в глубочайшей растерянности была, когда увидела, у меня слова закончились. Идём дальше. Уже в пути по направлению к школе, который, кстати, смахивает, как мне кажется, на Хобартс. Ну, может быть, потому что это тоже замок. К тому же в какой-то момент охрана студентов провожает с лекции на лекцию охрана. В точности, как было из одной из книг Патрианы. Ну, в общем, ещё на пути следования в школу главная героиня становится свидетельницей убийства. Ещё в поезде. И впоследствии тоже потом. И вот что меня поразило. Преподаватели на предмете, где надо вскрывать человека, притаскивают тело людей, с которыми студенты были знакомы, когда те ещё были живы. И их привлекают к тому, что, ой, давайте вскрываем это тело. Психологически немножко не продумано, нет? В общем, как вы уже поняли по названию, наверное, все эти убийства статализованы по тому, что их убил вампир. То есть они обескровлены, нашли две дырочки, ничего не поменяли. Но я также не осмутил этот момент. Дело в том, что, ну, это было и в первой книге тоже, но тогда это не так на меня влияло. Каждая глава – это непременно указание даты и место, ну, вот, когда происходит что-то. Например, 5 декабря 1888 года. Главный зал дворца. Пардон, замка. Глава заканчивается следующим. То же самое. 5 декабря 1708 года. Уже двор замка. Это так критично нам пояснить читателю, как переместился герой из замка во двор. Это так критично. Это так жизненно необходимо. Ну, мне кажется, было бы более красиво с литературной точки зрения, с точки зрения стилистики, пояснить, что… Я всего усва злохмотила этого мужчине. Литературу на это прописать, то есть… Она прошла во двор замка. Ну, как-то так. Я не знаю, ребят, я не могу дальше рассказывать. Романтическая линия, она была и в первой части слабой, но там как-то более-менее… А здесь ну просто вообще… Я сидела вот с такими глазами по полтиннику, челюсть закатилась куда-то под плинтус. Что… Это… Ну, после этого было так… Как говорил Станиславский, не верю. Ну, так… Ну, что по 14… И они постоянно на протяжении всей книги смотрят на губы друг друга. Постоянно. Как… Вот увидели друг друга в коридоре и таращатся на губы. Переборчик. Очень много заимствований. Ну, этим грешат очень многие авторы. Но здесь просто замка Схогвартса. Ну, ладно, не Схогвартса, просто у меня восприятие такое. Ловушки из Индианы Джонса. Какие-то страшилки кровь черепа из ужастиков. То есть, из уникального, продуманного именно… Придуманного именно вот автором, я увидела только, наверное, главную героиню. И она слабая. Все остальное… Ну, может, это и не было заимствованием, но… В моих глазах это… Может, у меня восприятие просто такое. Ну, я прям узнавала, откуда это взято. Или вот, например… Ну, тут я сомневаюсь. Ну, вообще, рукописный текст, он, когда попадает в воду, он вроде должен расплываться. Чернилами. Разве нет? А здесь у человека был рукописный текст. Этот человек попал в воду. А когда вышел из воды, достал этот текст и спокойно его прочитал. С ними все было в порядке. Так бывает. Я не уверена. Надо было перед видео протестить в ванной. Не додумалась. Ну, и у меня глаза на вылоку были, когда я дошла до конца, прочитала послесловие автора. И она действительно считает эту книгу готическим романом. На самом деле, ни творчеством графомана, ни подвесковой литературой, ни чем-то еще готическим романом достаточно… Нет. Я вообще слышала, психологи считают, что высокая самооценка, она лучше, чем низкая. Я согласна. Но скромность тоже добродетель. Я не воспринимаю эту книгу как готический роман. И я не рекомендую ее в чтении. Хотя я уверена, что это автор найдется в свой читатель, который будет в восторге, который посмотрит мое видео, начинает писать комментарии, типа, ты что дура, ты ничего не понимаешь. Ну, я так думаю. Такова моя точка зрения. Я в ужасе. Поэтому я была очень удивлена, когда я зашла на флип, увидела, что у первой книги, которая мне понравилась больше, она как-то более продумана. Оценка «Если окулить» три, а у второй книги четыре. Я, моему удивлению, было предел. Ну, как бы, че это я все время обхакиваю эту книгу, надо же как-то и похвалить писателя. Ну, концовка более сюрпризная, чем в «Джеки Потрошители». Более такая неожиданная. Хотя, признаться, немножечко спорила писательница главного злодея. Потому что, когда она его представила, ну, еще не говорила, что главный злодей, она сделала это так, что читать, и, ну, ладно, не читать, не буду вообще, я. Я сразу запомнила, что-то здесь не так. То есть, я считаю, что Кэрри надо научиться прописывать романтическую линию, пока не получается. Да, да, тщательно подумали главным героиням, и она какая-то сама себя противоречит. Кричит, кричит, я самостоятельна, не посягательна, мою свободу, я справлюсь совсем сама, с каких пор, там, почему-то только потому, что я наделена счастливым, счастливой возможностью воспрозрить на свет детей. Это не делает меня хуже мужчинам, не лезьте в мою жизнь. И буквально в следующей сцене. «Я не могу справиться сама, помогите мне, а то я упаду сейчас в обморок». Далее, не буду увлекаться. Ей надо научиться не палить злодея, представляя его зрителю. Пожалуй, на этом закончу этот отзыв. Умоляю, не бейте меня сильно. Пока-пока. До скорых книг.